Упражнение номер 161. Концепции защиты пешехода при столкновении. И вы видите в качестве прототипов такие, казалось бы, даже курьезные решения в виде выдвигающегося устройства, похожего на нож для экскаватора. Ну, надо сказать, что, может быть, в современной постановке, при учете того, что скорости автомобилей стали гораздо быстрее, паспортные скорости современных автомобилей 194 км в час, максимально развиваемая скорость, а то даже и больше. Причем 194 я встретил в паспорте корейского автомобиля Туксон четвертого поколения, чему немало удивился. Ну, тем не менее, концепция защиты пешеходов, она чрезвычайно важна для автопрома. И вы видите одну из концепций, когда возникает надувающая подушка безопасности. И в этом смысле можно было бы рассматривать и подушку безопасности, которая установлена внутри автомобиля. То есть, наверное, все-таки здесь вполне естественным рассмотреть как прототип подушку безопасности, которая расположена внутри. Будем сравнивать с ней. Ну и, соответственно, у нас упражнение номер один – определить все приемы. Хотя, давайте сравнивать даже с исторической. Историческая концепция тоже очень интересная. Сравнивать будем бампер с тканью, как было задумано. Упражнение номер два – опишем все функции. И удивимся тому, что уравнения и функции очень похожи. И на этом основан весь функционально ориентированный поиск. В упражнении номер три – сделаем электронный паспорт ресурсов. А в упражнении номер четыре – определим набор недостатков. Их всегда много, их всегда больше одного, который мы можем выделить для реализации того концепта, который мы с вами изучаем как изобретение. Продолжение следует...